Первые впечатления очень необычные. На моем Абрамсе другая коробка передач, автоматическая. Иначе работает педаль газа. Ощущения абсолютно другие. Но очень похожа подвеска, сам ход танка. Когда управляешь Т-72, надо быть просто повнимательнее. Научиться можно. Пока американские механики-водители старательно осваивают нашу бронетехнику, на соседнем полигоне слышны выстрелы из автоматического оружия. Это тренируются их коллеги из пехотных подразделений. Большинство из них держат в руках российское оружие впервые. Поначалу результаты стрельб не самые блестящие. Однако следующие попытки, как правило, уже гораздо удачнее. Русский пулемет Калашникова легче, чем наш М-60. Различий, конечно, очень много. С вашим проще обращаться, легче целиться. Отличное оружие. Я поразил все цели. Получил пятерку. Стреляют американцы практически из всех единиц штатного оружия, состоящего на вооружении российской армии. Особое оживление царит у артиллеристов. Над полем стоит грохот выстрелов 122-мм гаубиц Д-30. Совместные действия отрабатывают российско-американские расчеты. Команды дублируются на двух языках. Работают наводчики четко и слаженно. Неподалеку от артиллеристов тренируются снайперы. У них дела идут спокойно и несуетливо. Я впервые стрелял из СВД. Поначалу не слишком удачно, но русские парни научили меня, как надо обращаться с винтовкой. Правильно целиться. Следующие результаты были гораздо лучше. Я хорошо отстрелялся. Винтовка отличная. Я, конечно, не снайпер, мне сложно судить. Но мне очень понравилось. Я получил большое удовольствие. Американские солдаты стараются вовсю. Не стесняются по многу раз задавать вопросы инструктору. Тренируются снова и снова. Когда идут на огневой рубеж, подшучивают друг над другом. А заодно и над своими российскими коллегами. Судя по проверке боя и приведению оружия к нормальному бою, опыта у них общения со снайперской винтовкой было не особо много. Но при втором выполнении упражнения боевых стрельб в составе снайперской пары показывают очень хорошие результаты. Практически поражают все цели, выполняют упражнения на отлично, при этом у них еще остаются боеприпасы. В нашем оружии мы недовольны. Надежность российского оружия гости смогли проверить лично уже в ходе учений. Экипажи танков, БМП и БТРов целиком состоят из американцев. Вооружение и боеприпасы у них, разумеется, российские. Впервые американские подразделения действуют на российском вооружении. Но я думаю, что за эти пять дней все-таки напряженной работы как наших преподавателей, как наших подразделений, как совместных действий мы отрабатывали и практические стрельбы. До этого учения стреляли на орудиях. Я думаю, это получилось. И если в дальнейшем вот эти наши контакты продолжатся, то проблем не будет. Замысел командно-штабных учений предельно прост. Условная страна Бадария имеет территориальные претензии к условной стране Атропии. Мирным путем конфликт разрешить не удается. ООН посылает совместную российско-американскую бригаду, которая должна навести в регионе порядок. Час икс настал. В лесу разведчики неожиданно натыкаются на засаду противника. Завязывается короткий бой с передовыми частями Бадарийских вооруженных сил. Тополь-21. Я ветка-2. Противник в составе трех БМП преследует разрезанный дозор. В районе ориентир 4, дальше 200. Прошу подавить артиллерийским огнем преследующего противника. Нашим бойцам удается взять в плен несколько вражеских языков. На помощь разведчикам высылают подкрепления на БМП. Все вместе они отходят под прикрытием дымовой завесы. Потерь удалось избежать. Используя добытые разведкой данные, объединенное командование принимает решение о начале широкомасштабного наступления. В бой идут пехота и танки. Их поддерживает огнем тяжелая артиллерия. Российско-американская миротворческая миссия под эгидой ООН успешно завершена. Усталые солдаты обеих армий могут спокойно перекурить, обменяться впечатлениями. Условный противник разбит. На учениях, как правило, по-другому и не бывает. Субтитры создавал DimaTorzok